Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, личный позывной, радио 3 Павел Леонид Николай. В прошлом ролике мы с вами рассмотрели возможность построения многодиапазонных петлевых антенн. Вполне себе наглядно было показано, что такие антенны возможны. Более того, они много у кого существуют. Но сегодня, конечно же, пройдемся по, наверное, самой популярной вариации петлевых, волновых. Я имею ввиду по длине вибратора антенн. Это антенны Дельта. Дельта-луп, так называемые. Вот, будем, наверное, ими и заниматься сегодня. Ну, в прошлый раз мы сделали... Что мы тогда сделали? Вот это? Да. О, в прошлый раз мы, значит, вот такую антенну замутили. Ну, а сегодня мы из нее попробуем построить Дельту. Дельта будет отличаться от квадрата, прямоугольника, от чего угодно. В первую очередь, конечно же, количеством проводов. То есть, если здесь мы использовали 4 провода, да, это полностью симметричная антенна. То есть, ну, вот как ее не подели, там, из угла в угол или там посередине сторон, она симметричная в любом случае. Красота, красота, конечно. Ну, а с треугольником так не выйдет. Он может быть симметричен только относительно вершины. Ну, что, ну, что, давайте с вами займемся построением. Наверное, так и будем плясать от печки. Более того, я вам покажу еще интересную вариацию Дельты. Сам даже ее заделаю. Точнее, покажу, какую антенну я спроектировал и буду показывать, как я ее делаю. Чем интересна Дельта? Ну, во-первых, в отличие от прямоугольных, ромбовидных или каких-то еще антенн, она требует только 3 точки подвеса, а не 4. Ну, а, понятное дело, если мы делаем кольцо, то там, наверное, ну, условно, конечно, стремящееся к бесконечности точек подвеса количество. Вот, ну, или какие-то очень сложные хитрости с вообще организацией подвеса такой антенны. Вот с Дельтой попроще. Она требует всего 3 точки. И хорошо тем, что 3 точки, как несложно догадаться, в геометрии позволяют... Вообще, это, в принципе, достаточное и необходимое одновременно условие для того, чтобы сделать любую плоскую антенну. Ну, как несложно догадаться, да, теорему. Помните такую? Через любые 3 точки в пространстве можно провести плоскость и... Правильно помните, и только одну. Ну, все остальные плоскости будут... Ну, все остальные плоскости будут этой же плоскостью. Вот и всё. А вот через 4 точки можно по-разному. То есть нам нужно искать для 4-х подвесной антенны, скажем так, нам нужно искать точки более-менее в одной плоскости, то с Дельтами мы имеем офигенное преимущество. Мы выбираем вообще любые 3 точки, и через них гарантированно будет проходить плоскость антенны. Вот и всё. Именно поэтому антенна подобного типа всегда является вот самой-самой интересной. Наверное, вот самой простой с точки зрения установки, и самой интересной с точки зрения геометрии. А геометрия, вот, может быть, что угодно. Вот, понимаете, да, квадрат, прямоугольник, они всегда одинаковые. Ну, квадрат это как частная разновидность прямоугольника. Это правильный прямоугольник, это квадрат, вот. То правильный треугольник может быть только один. Вот, как несложно догадаться. Это равносторонний треугольник. Вот. Но зато мы можем играть с любыми другими углами в любых других треугольниках. Треугольниках. И при этом это будут треугольники с абсолютно одинаковым периметром. Понимаете, да? Вот тут уже интересно. Ну что, давайте начнем рисовать. Так, вдоль оси Х мы расположим какую-нибудь опорную точку, скажем так. Давайте. Значит, с чего начнем? Ну, конечно же, будем делать из стандартной 268-й полевки. Выбираем толщину вибратора, радиус проводника антенны полотна полтора миллиметра. То есть три, ну, условно, три по внешней оболочке, по внешней изоляции. И вдоль оси Х прямо из нуля, наверное, будем строить. Или, может, не из нуля. Давайте ради интереса из нуля построим. Так, чисто по приколу. Из нуля. Да, ну и давайте прикидывать антенна у нас будет, ну, давайте на 80 метров пускай, да? Памятуя то самое правило про коэффициенты длиннее не я в замкнутых петлевых волновых антеннах. Вспоминаем, что антенна должна быть длиннее, чем длина волны. То есть там чуть больше, чем лямбда. Ну, процентов на, там, 5-10, условно, конечно. Вот. Ну и, соответственно, начинаем плясать от этого. Как несложно догадаться, сторона треугольника, ну, да, как бы у него три стороны. Резонно предположить, что надо выбирать где-то лямбда на три. Тогда мы получим, в общем-то, равносторонний треугольник, правильную дельту, так называемую. Вот. Ну, что, вполне себе возможно. Но давайте мы сразу усложним задачу и выберем абсолютно произвольно, абсолютно, абсолютно произвольную точку в пространстве, между которыми мы можем повесить какое-то вот, 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 гарантированно. Вот. Мы можем повесить только вот именно вот здесь и только вот так. И, допустим, у нас есть, ну, там, 26 метров. Вот. Прямо 26 метров у нас есть. И ничего другого мы сделать не можем. Все. Нафиг. То есть, вот, вот этот провод может быть у нас только 26 метров. А очень хочется сделать антенну на 80-ку. Ну, и на все диапазоны выше. Например. Это сразу забегая к вопросу о многодиапазонности. То же самое. Конечно же, как и тот самый наш квадрат. Прямоугольник, конечно же, возможно. Но немножко меняется правило. Значит, да, кстати, давайте сразу вспоминаем, где в настройках. А вот все уже 200 Ом установлено. Да, кстати, 200 Ом точно так же мы будем использовать. Значит, 200 Ом базовый коэффициент для... Базовое, как это, расчетное значение для КСВ будет. Вот КСВ по сопротивлению 200 будет определяться. 200. Ну, и теперь нам необходимо что сделать? Нам необходимо прикинуть... Вот выберем сразу частоту... Ну, там, 3550 опять в телеграфный участок пойдем. И что значит? Прикидываем. Длина 3550. Вот 0,3 лямбда у нас получается. Да, ну, неплохо. Нам необходимо выбрать побольше... Вот, видели, да? Какую я галочку нажал? В лямбдах. В лямбдах. Вот. 0,3 лямбды. Соответственно, очень удобно так сразу прикидывать. А сколько мне еще надо? Ну, нам надо вот еще, получается, где-то по 0,6, 0,5, 0,4, 0,35 приблизительно. По 0,35 лямбды. То есть, где-то еще метров по 28. 28 метров. Вот мы прям базовую прикидку провели. Замечательно. Окей. Как построить провода, вот когда вот у нас вот здесь какая-то точка должна быть? Да очень просто. Нам нужно вспомнить, какие у нас координаты конца и начала. Значит, выбираем нули. Выбираем. Ну, прикидываем. Пусть она будет у нас для начала равнобедренным треугольником. Вот для начала, да. Логично, что проекция, если мы делаем равнобедренный треугольник, то есть левая и правая, вот эти вот длинные стороны, скажем так, две оставшиеся стороны будут одинаковыми. Это будет равнобедренный треугольник. Соответственно, его высота делит короткую сторону. Ну, или там длинную. Ну, неважно. В общем, ту сторону, которая не равна, она делит пополам. Следовательно, выбираем 13 метров. Здесь. И выгадываем теперь. Вот, видите, да. Вот тут потолще, а тут потоньше. Вот видно, да. Я выбираю провод 2 и провод 1. Видите, вот появилось. И теперь нам нужно его, во-первых, удлинить и вот сюда вот развернуть. Следовательно, мы это делаем по... Вот, в положительную сторону оси Y. Выдвигаем его в положительную сторону по оси Y. Тут оставляем 0, 0, 0. Да, вот, чтобы начало проводов первого и второго совпадали. А концы должны различаться. Ну, давайте выберем ему метров 20. 20, допустим. Ну, гад. Во. Высота получил... Длина. Вот. Получилась длина. Получилась 23 метра. Приблизительно. Да? Да. Ну, в принципе, неплохо. Но этого мало. Давайте выберем подальше. 25 метров, например. О, 28 метров. Вот примерно то, что мы и рассчитывали. 2 по 28 нам дадут 56, плюс еще 25. Сойдет. 85 метров, да? Годится. Дальше поиграем с оптимизацией. Ну, и отлично. Все. Теперь мы знаем, что у нас... Мы знаем координаты вот этих самых трех точек. 0, 0, 0, 0. 26, 0, 0. И 13, 25, 0. Все. Отлично. Теперь нам остается только достроить последние координаты. Это координаты, допустим, будут начало третьего провода. А это координаты конца третьего провода. Итого. Забиваем. Значит, 13, 25, высота 0. И забиваем конечные координаты. 26, 0, 0. Все. Вот. Все. Полностью построилась наша антенна. Готово. Вопрос. Куда питать? Куда питать? Куда питать дельту? Ответ очень простой, ребят. На самом деле, ответ вы, если начнете гуглить, вы вот с ума сойдете. Вот именно здесь как раз вот зачем нам нужно понимать, как работает Managal. Уметь пользоваться подобными инструментами. Именно для того, чтобы избежать проблем, ошибок и так далее. Потому что обязательно найдется кто-нибудь, который будет опять кричать. А вот выбери из вот этой стороны одну треть лямбды и запитай вот сюда. И еще чуть-чуть наклони. И трансформатор тебе не нужен. Ну, короче, можно еще вот по углам всякие ролики, блоки сделать, чтобы вот ее там играть. Точку подвеса там. Господи. Ой, да, абсолютно точно, безусловно, вспоминаем первый самый первый ролик, где мы искали точку, которая позволяет запитаться вот 50 Ом. Да, точнее, мы искали 200 Ом. Но точно так же аналогично. Абсолютно точно где-то существует точка, в которой сопротивление активное будет 50 Ом. И при этом достаточно маленькое реактивное. Да, это возможно. Окей. Причем таких точек, ну, у дельты, очевидно, их будет, ну, наверное, 3. Вот. Ну, конечно, в зависимости от положения в пространстве антенны. То есть, в данном случае мы пока говорим о горизонтальных антеннах, но сегодня коснемся также еще и поляризации. Мы ее немножко подвернем, подразвернем, а то и вовсе вертикально поставим, ребят. Попробуем сделать, наконец-то, антенну вертикальной поляризации. Что, в принципе, для коротких волн, ну, пофиг абсолютно. Как ни странно. Дело не в поляризации, дело в том, что, ну, только для поверхностной волны и для прямой видимости это имеет значение. А когда она начинает переотражаться в ионосфере, тут все, как бы, какая разница, какая у нее поляризация. Там происходит такой расколбас, что уже абсолютно без разницы. Мы же работаем на чисто горизонтально висящие иди поля, ну, или вот, на идеально горизонтальную висящую дельту. Мы без проблем сработаем на идеально ровно стоящий вертикально граунд плейн. Причем точно так же, как если бы мы сработали на точно такую же дельту. Ну, вот и все. Это 100%. Я имею в виду не поверхностной, а уже нормальной отраженной волной. Ну, то есть, с каким-нибудь DX мы бы сработали одинаково. Ну, при условии, что совпадают углы излучения, там, диаграмма. Ну, в общем, все такое. Ну, что? Ну, давайте не будем голову ломать. Можно ради смеха попробовать запитать ее куда-нибудь в середину. Но это неудобно. Это элементарно неудобно. Почему? Потому что, как несложно догадаться, у нас антенна не будет вот, то есть, не будет плоской. Она у нас, во-первых, провиснет. Да? В большинстве случаев получается, что этот фидер будет висеть между домами, например. Это неудобно. Поэтому так мало, в принципе, кто делает. То же самое, это вот впитание в какую-нибудь в одну треть, там, или там, одну четверть лямбды расчетной. Вот надо вот отступить. Или там, ну, вот классический пример, где-то 1,2-1,3 метра от сороковочной, значит, в сороковочной вертикальной дельте, где-то 1,2-1,3 метра, надо отступить от нижнего угла, и можно туда запитаться 50 или 75-омным кабелем напрямую. Да, это частный случай, и в большинстве, и, как ни странно, в большинстве случаев потребуется, вообще во всех случаях потребуется сумасшедший геморрой с настройкой. Все равно придется настраивать, то есть, вот это нифига не решение. И, к тому же, придется еще и с высотой подвеса искать. И еще, вероятно, что в ближнем поле окажется, обязательно в ближнем поле окажется какое-нибудь дерево, оно будет влиять тоже на диаграмму направленности. Поэтому нафиг, нафиг. Дельты будем питать только с угла, вообще без вариантов, только с угла. Ну, просто потому, что у нас здесь всегда гарантирована практически достаточно жестко закрепленная точка подвеса. Неважно, что здесь, изолятор там какой-то, там еще оттяжка стоит, да, куда-нибудь дальше на дерево, это неважно. Главное, что у нас здесь напряжение такое, что позволяет нам, во-первых, сюда поместить любой трансформатор, балун там или что угодно, да, либо, если это верхушка мачты здесь, ну, допустим, три мачты, да, или там какое-то дерево, хвости, грубо говоря, даже забитые в дерево, ну, окей, здесь можно жестко закрепить непосредственно какое-нибудь симметрирующее или там просто устройство запитки, короче. Вот, это всегда удобно, выгодно и правильно, поэтому будем исходить из реальности. Давайте питать антенну сюда. Добавляем источник в середине... Так, куда мы? В конец. Нет, тут мы запитали не в эту... На самом деле разницы никакой не будет. Нет, ну, то есть она будет, конечно, но незначительная, и в первую очередь она будет влиять на диаграмму направленности. При этом сопротивления будут, ну, примерно одинаковые. Итак, вот что мы имеем. Значит, еще раз едем. 28,2 это 46... 56,4, да? 56,4 плюс 26... 82,4 метра. Давайте проверим резонанс. КСВ-6. Причем, заметьте, сопротивление 67 Ом. То есть мы, в общем-то, попали за счет реактивности. У нас достаточно большой КСВ. На самом деле мы почти попали, как ни странно. Что теперь можно с этой дельтой делать? Слушайте, ну, а что, кстати, давайте посмотрим. Она же короткая получилась. Ну-ка, 3750. Да, вот он, резонанс-то близко. Почти попал. 3850, наверное, будет единицы. Стоп, поехали. Нет, где-то в 4 МГц я попал. Я попал где-то в 4 МГц. Ну, можно там посмотреть, на самом деле, вот... Во-во-во-во-во-во-во. Вот поехали. Сто-двадцать Ом. Тут положительный этот растет. Давайте посмотрим, где у него резонанс. Где? У него резонанс у него где-то вот на 3800, только не здесь, а вот так вот. Ну, где-то 3780 и так далее. Но КСВ низковат. Дело в том, что треугольная антенна висит достаточно низко. Достаточно низко. Давайте, во-первых, мы ее приподнимем на пару метров. Вот КСВ заметно уменьшился, сопротивление заметно возросло. Дело вот еще в чем, кстати. Я об этом не сказал, но это часть антенной теории, но не относится напрямую к моделированию. Однако об этом необходимо еще раз напомнить. Ребят, высота и обязательно реальную землю выбираем. Даже если вы не знаете параметры своей земли, она есть и в книжке Гончаренко, она много где есть. Короче, ищите прям параметры моей земли. И здесь уже вот вы сами можете все определить. Вот. Прям все это есть. Прям готовые таблицы. Вот прям вот для всего этого. Что там? Для суписи, для суглинка, для чернозема, для скалы, для песка. Да, даже для моря есть. Вот. То есть все, вот это вот оно все есть. Это без проблем. Ну, во-первых, значит, подзадрали мы повыше чуть-чуть, да? А во-вторых, начинаем оптимизировать антенну нашу. Да, поехали. Что здесь у нас, какие нюансы? На самом деле ничем от оптимизации квадрата не отличается. Мы все туда же идем. Ну, не квадрата, прямоугольника. Мы идем все туда же в оптимизацию. То есть вот сюда. И начинаем играться проводами. Ничего не меняется в принципе. Единственное, что вот здесь начинаются нюансы. Если мы хотим... Ну, вот есть у нас такая реальная возможность. Вот мы прямо вот прикинули, да? Вот у нас... Вот как у меня. Как у меня. Вот реально. У меня здесь дерево, здесь дерево. Я вот... Вот это расстояние 25 метров, я никак не могу на него повлиять. Зато вот это расстояние, вот как у меня сейчас висит. Ну, то есть вот вдоль оси Y. Как у меня висит сейчас мой несимметричный диполь, у меня там, ну, добрых 45 метров. Представляете, что я могу сотворить? Но вот здесь только 25. Вот. Соответственно, я могу выбрать хоть сюда. Вот так вот два длиннючих плеча там сделать их, хоть по... Да по те же 40 метров вообще без проблем. Либо вот сюда, да, укоротить. Ну, если бы я захотел сроковочную чисто дельту. Вот. Ну, окей. Вот. Для того, чтобы играть длиной вот этого и вот этого, нам необходимо делать что? Нам необходимо, во-первых, поменять местами начало и конец. Не просто так это делается, и вот сюда вот, значит, передвинуть источник в конец провода обратно вот сюда. Зачем? Чтобы вот здесь конец у нас был, и вот здесь, то есть вот, чтобы два вектора вот этих, то есть начало тут и начало тут. Конец сюда, конец сюда. Зачем? Потому что мы будем оптимизировать одну и ту же, в принципе, координату. И этого координата будет два конца. Вот смотрите, что в геометрии поменялось. Видите, да? Помните, мы забивали вот сюда эти координаты, они теперь оказались вот здесь. Ну, вот как раз мы можем X2, X2, Y2, Y2 менять одновременно для двух проводов. Ловливаете? Я надеюсь, что ловили. Вот. То есть, ну, для дельты вот очень удобно делать это, если координаты концов вот прямо вот рядом будут совпадать. Но это, опять же, это частный случай только для антенны равнобедренный треугольник. Ну, дальше покажу, вот что еще можно сотворить, например, в неравнобедренном треугольнике. Вот она у меня есть. Вот. Эх. Ладно, потом покажу. Увидите. Ну, а пока давайте оптимизировать. Конечно же, нас не интересует нифига абсолютно, кроме КСВ. КСВ, логично, потому что если КСВ мы добьемся единицы, то с единицей у нас также будет означать, что, во-первых, реактивка очень маленькая, и что активная, ну, близко к искомому. Поехали. Источники по диапазонам. 3,550. Ну, давайте ради интереса забьем сюда 7,1. Ну, и, конечно же, 14, допустим, 14,150, например. Все остальное опять пофигу. И сразу вот прям вот про многодиапазонность, да, вот прям вот сразу. Ровно то же самое, что мы делали. Но, заметьте, питание в угол. Обратили внимание? Вот так. Питание в угол. Опять же, убираем галочку приоритет первому источнику, потому что тогда он оптимизировался бы только на 3,550. Все, готово. Так, теперь поехали. Провод. Ну, давайте декартовые координаты. И сразу еще раз провод декартовые координаты. Провод номер один. Это наш базовый провод. Мы его не трогаем. Провод два и провод три. И меняем мы у них координаты. Нет, знаете что? Мы не будем это менять. Мы будем менять провод в полярных координатах. Второй и третий провод. В полярных координатах. Но менять будем по конечной точке длины. Длинна, конечная точка. Обратите внимание. Вот они сразу совпали. И для того, чтобы полностью совпадали стороны, вот эти две, второй и третий, мы должны указать кооперацию. Первое. Если у нас есть возможность поиграть, например, одну сторону можно сделать короче, одну сторону можно сделать длиннее, сильно длиннее. Если мы хотим сделать какой-нибудь жутко тупоугольный треугольник или наоборот, прям вот офигенно остроугольный. Ну, так лучше не делать, конечно. Вот. Если мы хотим сделать так, то просто убираем кооперацию. И все. И все. То есть, оп, вот так будет происходить оптимизация. Но треугольник может и, скорее всего, не получится равнобедренным. А вот если мы указываем кооперацию, он гарантированно будет равнобедренным. Координаты будут меняться абсолютно одинаково. Вот что важно. Автоматически разрыв сторон происходить не будет. Точки будут подбираться таким образом. Вот эта оптимизация с шагом, она будет происходить таким образом, что треугольник будет продолжать оставаться замкнутым. Ну что, готовы? Поехали. Посмотрим, возможно ли создание такой антенны. Вот, КСВ-2, 1,8, полтора. Вот там проскакивает уже интересная КСВ. Вот, уже где-то лучше трех на всех диапазонах. Спорим, получится. Нет, не надо ничего сохранять. Поехали. 2,38 для частоты. 3,550. Кстати, помните, да, у нас... Ну-ка, наверное, он оптимизировался выше. Да, оптимизировался выше. Это неправильно. Ну, окей. Полтора на 7,150, а на 7,50 КСВ 1,5. Ну, в общем, лучше двух в любом случае. Практически весь диапазон, как несложно догадаться. Наверное, середина попала на 7,100 ровно. Я же так и выгадывал, да? Да. Где-то здесь находится минимум. Ну, и, конечно, посмотрим диапазон 14 МГц. 1,4. Куда у нас резонанс-то уплыл? Единица. 14,150. Все. В принципе, антенна построена. Вот. Можно играться. Ну, давайте посмотрим на частоте 3,550, где резонанс в действительности. Сейчас мы посмотрим на исход, конечно же, на конечный результат. Ну-ка. Где у тебя резонанс-то? 3,600 где-то, да? Ну-ка. Это слишком много. Да, где-то 3,650. Ну, неплохо, неплохо. В любом случае, ну, тут надо понимать. Мы играемся с многодиапазонной штукой. Да, смотрите. У нас на 3,500... Ну, давайте 3,650. Фиг с ним. Да, вот 1,8. У нас действительно те самые 112 Ом. Вот они. Ну, условно. Там, да, где-то на идеальной и на частоте резонанса она, конечно же, будет там 110-120 Ом. Где-то так. Так и есть. Но в любом случае, это КСВ даже где-то вот лучше двух, потому что сопротивление выше 100 Ом. Ну, и плюс там реактивность, плюс все дела. Конечно, можно играться. Можно играться с положением в пространстве и так далее, и так далее, и так далее. И самое главное, что мы всегда вот можем достичь приемлемого КСВ. Ну, и, конечно, конечно, ну, это плата за многодиапазонность. Вы не поверите. Вот мы выбирали в оптимизации, да, вот мы выбирали в оптимизации всего лишь три диапазона. И вы не поверите, да, ну, во-первых, он уже заработал на четной гармонике, как несложно догадаться, да. Вот, хоп, на сложной гармонике антенна работает. Ой, на четной, на четной гармонике антенна заработала. Антенна не заработает на, конечно же, на этом ворце и на этом ворце она не должна работать. Да. Да, слишком высокое сопротивление, 400 Ом, это в любом случае выше, выше, чем должно быть. Да. Да, выше четырех КСВ. Но должно, в принципе, неплохо работать вот здесь. Да, КСВ полтора на пятнашке. Неплохо, правда. Смотрим двенашку, по идее тоже куда-то должно было попасть, если мне память не изменяет. Нет, но, тем не менее, не сильно хуже, чем на восьмидесятке. Да, в какую сторону она? О, вниз. То есть мы промахнулись вверх. То есть если чуть-чуть еще поиграться, там где-то вот можно даже, наверное, добиться лучше двух. Но, тем не менее, это все равно отличный, это вот элементарно. Минимальное согласующее устройство позволяет нам решить эту проблему. И где-то вот здесь 28200 должен получиться резонанс. Да, приблизительно, ну-ка, 28100. Ну, мы же игрались так, чтобы попадать во все диапазоны по максимуму. Один из шесть. Все-таки длинноват, что ли, антенна. Ну-ка. Едить колотить. Коротковато антенна получилась. Ну, ладно. Сейчас посмотрим, что у нас вышло. Ну, теперь, конечно, да. Тут, извините, вот так смотреть будет уже неудобно. А, вот, обратите внимание, у нас антенна сама уехала. Но уехала равномерно. Это не имеет никакого значения абсолютно. Мы можем, знаете, как еще? Можем поиграться вот так вот. Подвинуть все координаты. Насколько? Да фиг его знает. Ну, в общем, можно установить в ноль. В общем, если вы хотите передвинуть всю антенну или провод какой-то, у вас есть всегда вот такая штука. Описание проводу можно поиграться. Ну, и, соответственно, подвинуть антенну. Вот. Я фиг его знаю. Давайте подвинем вдоль оси... Нет, вдоль оси Y в положительную сторону на... Сколько там он? На метр уехал? Да, ну-ка. Оп. Ага. Еще раз. Еще. Ой. На 0,8. Это, кстати, тоже вот еще вам такая штука. Так. Ну, видно, да? Вот. И таким образом несложно. То есть вся антенна просто двигается по оси. Меняются все координаты одновременно. Это удобно просто для того, чтобы... Ну, вот сейчас можно выбрать по Y на 0,354,34. Вот это вот. И здесь тогда все координаты станут нулями. Останется только вот с этими двумя X поиграть. Ладно. Это не важно в данном случае. В данном случае мы можем просто прицениваться и смотреть на вот-вот здесь вот. Вот-вот выбирая нужные провода нам, прикидывать, какой должна быть длина, и прям готовую антенну уже вешать. 29, ну, с половиной, грубо говоря. 29,48, если быть точным. И тот, и другой. Видите? Два одинаковых провода. Треугольник сохранил свою равнобедренность. Здесь у нас длина поменялась. Интересно. Ну, в принципе, не так уж и страшно. Хотя, конечно, длину было бы неплохо зафиксировать. Мы меняли координаты конца. А какие координаты конца? А, все правильно. Потому что мы меняли координаты конца. Тогда можно сделать немножко по-другому. Мы меняли конечные точки. Можем вернуться к неполярным координатам. А координатам декартовым. И менять нам надо не z, а y2, y2. 25,8, 25,8. По 10 сантиметров. Давайте выберем по 5. Еще немножечко дооптимизируем их. Пожалуй, что... Да. И изменим длину вот этого провода. Мне вот не нравится. Мне не нравится, что у него вот так изменилась длина этого провода. Это нехорошо, это неправильно. Это некрасиво и неинтересно. Поэтому мы, удерживая на месте середину вот этого провода первого, дожимаем его обратно до 25 метров. Вот там я немножечко ошибся. И тогда у нас вот по иксу начальная точка будет 0,5. А тут 25,5. А я что, 26 что ли метров брал? Ну-ка. 26 метров. Во! Я 26 метров, оказывается, выбирал. Ну вот, оставим здесь, да? Чтобы просто нулевая точка была нулевой точкой. 26 метров. И теперь начнем менять координаты только y-концов этих проводов. Вот этих двух. Вот, тут хотя бы все оккультурилось. Будем менять только координаты y. Дело в том, вот вы видели, да, что поменялась одновременно длина и вот этого провода. Вот для того, чтобы зафиксировать, нам необходимо указывать, что мы в точности меняем. Вот если мы меняли вот эти провода, длину этих проводов, ничего удивительного, что в конечном счете могла и не просто вот эта точка поехать, а могла поехать и эта точка. И за счет увеличения вот этой длины, вот этого провода, антенна также была оптимизирована. Окей, в этом случае мы оставляем этот провод неизменным, а меняем координаты y абсолютно одинаково, перемещая эту точку только вдоль оси y. Да, и начинаем оптимизировать ее дальше, и сейчас она снова нам подберет все так же красиво. Поехали. Вот давайте смотреть, что будет происходить. Видите, да, вот здесь точка меняется, вот, а здесь нет. Длина антенны осталась неизменной, ну, то есть вот этого вот. Как она была 26, так и осталась 26, зато эти изменились, стали по 30 метров. 31, 150. Обратите внимание, опять же, длина сохранилась, длина сохранилась, а точка уехала. У нас уменьшился угол между ними. Окей, опять же, начинаем считать. 30, 63 метра, вот эти два плюс, да, 63 метра плюс 26 метров. Мы получили антенну длиной 89 метров. Чего, серьезно? Ой, 33. 30 и 3. И 60 и 3 плюс 26. 86 и 6, помните, да? Обратите внимание, опять 86 и 6. Ничего не поменялось. Зато теперь по вычислениям, кстати, мог поменяться КСВ для нас в данной точке. Оп, поменялся. 28 МГц. Что у нас произошло? Конечно же, поменяется что угодно вообще. Так, окей. Смотрим пятнашку нашу. Там все тоже должно быть неплохо. Да, все неплохо. В прошлый раз было 1,59. Конечно же, как несложно догадаться, меняется все. Где-то движется резонанс. Вот, это уже получше. Что там было на 14 МГц у нас в предыдущей вариации? Обратите внимание, можно хорошо в истории. Вот 1,07, да, и 1,4 на 14,50. Ну, наверное, частота поплыла вниз сейчас, наконец-то, да? Ну, давайте посмотрим. Отмотаем вверх. Да, куда-то вниз она поплыла, но это не важно. Вот, 7,150. Что, тоже полтора? Да, полтора. Хорошо. А, 3,650 ксв больше 2. 3,550. Угу, близок к 3. Окей, значит, мы попали где-то здесь. Он будет пониже или нет. Но, тем не менее, опять же, лучше 3. Опять же, это плата за многодиапазонность. Ну, а теперь посмотрим на диаграмму направленности. Ничего не изменилось. Это классическая 80-шная, любая практически, антенна. Что диполь, что дельта, что квадрат, что ромб на самом деле. Оно все будет иметь вот такую вот-вот в горизонтальной поляризации антенну. То есть, висящая горизонтально. Ну, и, как несложно догадаться, невысоко висящая антенна. Она будет всегда вот такую вот на базовой своей частоте. То есть, на самой низкой резонансной точке своей, на самой низкой резонансной частоте. И она всегда будет иметь одинаковый шарик в качестве диаграммы направленности. То есть, вот такая вот фигулина. И долбить она всегда будет в зенит. Ну, просто потому, что давайте будем реалистами. Сейчас, конечно, набегут всякие эксперты по антеннам. Говорят, да что ты понимаешь? Да вот, это возможно сделать щелевой эффект. Ну, идите и ищите его. Нормальные люди просто работают на тех антеннах, которые возможно создать у себя в своих условиях. Я только за это радую. Вот, то есть, где-то какие-то теории там выкручивать, там что-то искать, не вижу смысла. Да, где-то 3650 резонанс, но вот сопротивление довольно низкое. А так вот, если бы мы оптимизировали на 100, да, можно было бы питать в угол. И, конечно же, все было бы замечательно. Но мы вот работаем, так сказать, в многодиапазонном варианте. Оп, ну, полтора. А 7150 где? Тоже полтора. Ну, в общем, здесь особо ничего не изменилось. Замечательно. Очень-очень-очень хорошо. Ну что, а теперь давайте усложним немножко задачу. Есть у нас какая-то совершенно... Ну, вот, понятно, я думаю, здесь ничего сложного нет. Если мы хотим двигать только конкретно одну точку, а не просто строить какую-то абстрактную антенну, просто оптимизируя ее, да, то мы должны выбирать именно изменения вполне себе конкретных координат, конкретно той оси, по которой мы эти точки и движим. Вот, потому что изменение длины, как таковое, в полярных координатах, то есть, несложно догадаться, да, изменение длины будет приводить в том числе и к тому, что может начать двигаться какая-нибудь сторона. Вот. Вот и все. Это единственное, в принципе, наверное, отличие от того же прямоугольника. Хотя, кстати, если вы сделаете то же самое с прямоугольником, вы увидите абсолютно то же самое там в какой-то момент, может внезапно сдвинуться совсем не та сторона. Вот. Ну что, давайте попробуем что-нибудь усложнить. Усложнить задачу, да. Давайте выкинем провод номер... Удалим источник и вообще удалим провод. Знаете что, давайте удалим... Вообще два провода удалим. Shift-Delet удаляет очень быстро. Значит, оставляем Y в нуле, да. Оставим те же самые 26 метров. Там второй Y тоже 0. Все то же самое, да. Все, вернемся к исходной нашей точке. Давайте от балды выберем абсолютно случайную точку в пространстве, где у нас будет какое-то дерево. То есть, ну, условно, да. Скажем, вот есть у меня возможность... Знаете как? Во! Есть у меня возможность сделать антенну... Вот как-то дом так стоит. Вот здесь у меня... Во! Вот так. У меня вот так стоит дом мой. Да? Вот так. То есть, вот это стена дома. Вот. Я могу по крыше вдоль стены дома протянуть один провод. А вот здесь только вот есть вот одно дерево, вот где-то. И оно вот так вот расположено прям вот ровно на углу дома, да. То есть, понимаем, вот это дом такой вот в проекции. А это тень от провода висящего. Вот, значит. И вот здесь у нас дерево растет. Да? Вот так. И вот мы можем только этот провод натянуть. Вот только так и никак иначе. Вот что делать? Окей. А хочется дельту. Хочется дельту. Значит, мы строим не правильный треугольник. Не равнобедренный. Не равносторонний. Вообще никакой. Вот условно, опять же, 26 метров. Пофигу. 26 метров взято. Нет, давайте вот вообще, чтобы вот еще чуднее было. Давайте выберем 36. 36, во. 36 метров. Во. До дерева. И вот есть такая возможность. Вот хочу я вот так. 36 метров до дерева. Окей. Значит, но учитываем сразу, что мы можем играться как длиной вот этого провода. То есть, нам же не обязательно все расстояние до дерева использовать. Так и вот эту длину провода мы не можем использовать все расстояние дома. Или можем использовать. Ну, и, соответственно, остается только, какая у нас тут будет вот эта сторона. Давайте ее сейчас порисуем. Значит, из нуля. Ну, допустим, дом у меня 20... 20. Да? Почему нет? Пусть будет дом у меня 20 метров. Окей. Значит, здесь же, опять же, 0, 0, 0, 0, 0. По оси Х, значит, остается 0. А вот по У у меня дом 25 метров. Вот могу я 25 метров забабахать, да? Да. Пу. Ну, и, соответственно, нам теперь остается только соединить вот эти две точки окончательно. Следовательно, мы выбираем конец второго провода, значит, 25 метров. И соединяем его с концом второго провода. То есть, 36 метров. Координаты остальные по нулям. Все. Вид. Вот такая вот дельта получилась. Если смотреть вот так сверху. Вот, допустим, стою я на балконе и вижу... Ну, вот так над головой она у меня висит. Ну, как хотите. Да, или я вот стою и смотрю на ее тень. Вот. Она вот такая вот. Ну, на высоте 17 метров. Фиг с ним. Вот. Дом 17 метров высотой. Это сколько этажей? 6 этажей. Во! От балды, да? 6 этажей. Ну, или 5-этажка там. Как-нибудь плюс-минус. Вот. 5-этажка. Значит, я стою на крыше и вижу вот под ногами у себя вот такую дельту. Вот так она вот выглядит. Вот так. Все. Как, как, как чего? Ну, опять все то же самое. Как чего, так как хотим, так и хотим. Хотим сюда в угол питаем, хотим сюда в угол питаем. Ну, давайте как-то логично, да, вот выбрать питание вот как-то вот там, где под 90 градусов. На самом деле все это, вот эти все эти волновые функции, там, вот понимаете, все эти отражения, переотражения, самонаводки на саму себя, оно все формирует диаграмму направленности. Вот мы сейчас поиграемся, в том числе и с диаграммой направленности. Питать будем все-таки вот сюда. Добавим источник в начало провода. Все, вот сюда мы запитались. Давайте посмотрим, куда мы вообще попали. КСВ-13. А что считать? Давайте посмотрим, сколько у нас получилось. Значит, 25, 71, о, 61 метр. 61 метр. У-у-у, ничего себе, 104 метра антенна получилось. Ну, это перебор, конечно. Ну, тем не менее, да? Значит так, вот у нас стена дома или крыша дома. Мы можем играться этой длиной, мы можем играться этой длиной, мы можем играться... Ну, этой мы не можем играться. Она у нас будет жестко определена. Окей, окей, почему нет? Да? Допустим, у нас есть вот здесь дерево, и у нас есть возможность спокойно, стоя там на земле, вот как-то раз там, раз укоротили тут там, раз укоротили, укоротили играть вот этой длиной. Все окей, все то же самое. И в этом случае оптимизация дельты, такой вот, будет вообще сводиться к тому, чтобы изменять одну единственную точку. Это точка, вот, определенная точка, которая имеет свою степень свободы. То есть, ну, грубо говоря, вот выбрали мы, что мы не можем вот эту сторону менять. Окей, зато мы можем менять вот эту сторону. Ну и все, мы оптимизируемся здесь. Гипотенуза будет меняться так же. Вообще без проблем. Окей, давайте смотреть сами. Выбираем. Что мы выбираем? Мы выбираем провод номер один для оптимизации ради интереса. Провод номер один. Конечную точку. И поехали. Оптимизация. Значит, источники по диапазону. Вообще ничего не меняем здесь. Пускай остаются. Все хорошо. Но менять мы будем только первый провод. Этот мы удаляем. И мы меняем координату, чего? Х, 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 Х. Х, Х, Х2. Да, 36 метров. Все, окей. Никаких коопераций. Ничего нам не надо. Выбираем. Минимально, наверное, метров 20 оставим. А максимальная метров... Ну, пускай она и будет максимальная, 36. Там не будет такого расстояния. Все. Вообще, ничего не трогаем. Поехали. Смотрим, что будет меняться сейчас. Будет меня... Меняться только эта точка. И при этом она чуть-то не особо-то и изменилась. итого у нас сумма уже больше 80 метров вышла 78 78 79 метров но это перебор конечно давайте и дальше продолжим вычисления зачем я здесь и свой 21 поехали дальше тут наверное минимально то даже не 20 метров она минимально метров 15 может получиться вот так вот поехали оптимизировать по новой будем оптимизировать до тех пор пока не подберется какой-то что что пока не подберется какой-нибудь вменяемый ксв ну надо задать более вменяемый базовый в базовые вводные данные но все-таки мы получили уже почти 80 метровую антенну только стопа зачем почему у меня . питания и . питания почему-то переместилась о фигня какая-то а вот номер два провод номер один все поехали провод номер один выберем гораздо более вменяемый мы прекрасно понимаем что у нас здесь там 40 36 метров и 43 это уже почти 80 это много но вот мы можем до дерева оттяжку значит укоротить сделаем ей там 20 метров соответственно финальная . тоже будет 20 метров вот такая вот антенна получилось да а кстати почти почти сколько тут 25 у нас вот здесь а вот здесь 20 ну вот уже нормально 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 90 градусов до все дела основа обратите внимание можно ничего не менять она вот оптимизация прям вот прям вот все готово все на месте поехали и вот . начинает меняться 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 но почему-то источник уехал ладно ничего страшного уманы есть такие приколюхи все-таки беглый немец о бебе беглый украинец на русском пишет в германии программы ой не могу ладно ладно в сторону политику но это смешно согласитесь значит чем мы имеем 3 550 34 на кей зато в единицу мы согласовались на 20 на 7 мегагерцах в единицу мы согласовались на 14 несложно догадаться что скорее всего мы в единицу да в единицу согласовались на 15 датику угадаю вот здесь где-то около двух до около двух и пониже туда ближе к телеграфному ближе к цифре конечно получше должно быть да тоже единицы практически ну-ка вот на на частоте 28 074 для цифры 1 4 хорошо неплохо неплохо в телеграфный цифровой участок туда ну опять же надо понимать ну диапазон то вообще-то 10 метров он как бы 2 мегагерца тут как бы то есть здесь кс в это будет уже 5 на рано то больше восемь ну а это все еще в диапазоне то есть но надо понимать тут в этом диапазоне в принципе невозможно наверно работать на на как это на одну антенну без перенастройки но невозможно все-таки тут придется выбирать какой-то такой участочка в котором хочется поработать но в данном случае в цифре без проблем попадает туда куда надо ну и здесь само собой тоже должно попасть как надо включая и телеграфный участок все замечательно пятнашка будет работать бомбезно вот ну к сожалению к сожалению вот это плата за много диапазонности здесь и возможно что-то фигня на самом деле на самом деле это не плата даже за много диапазонность это из-за того что точка питания почему-то опять оказалась в остром углу угле но обратите внимание опять 25 и 3 25 и того пятьдесят и три плюс дайте угадаю 36 метров не попал чувствуете 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 да 36 ну там плюс минус да опять мы попали получается в длину 86 86 опять вот давайте переместим ну что-то какая-то фигня происходит что такое почему в третий провод питаться начинает я вообще не понимаю бред какой-то дайте во второй нафиг удалить источник вот сюда мы источник вот в начало провода второго вообще поместим обратите внимание я изменил точку питания что сейчас должно поменяться а по сути ничего кроме базовый кроме базового кс в видали опа и все я просто переместил точку питания внезапно оказалось практически единица на базовой частоте как так может быть я хрен узнает но это вот оптимизация вот так иногда косячит видите да не без накладок оно всегда происходит а вот раз перенесли точку питания и все получилось а давайте теперь посмотрим а что у нас получилось на других диапазонах да ничего не поменялось да все то же самое ну конечно там была единица да вот один один и два там вот вот так вот то сейчас 1314 но все равно это гораздо 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 лучше чем 2 и 3 ну 2 он должен был попасть вот сюда да хорошо и конечно же диапазон ну-ка есть все двенашку забываю проверять двенашка тоже лучше трех она вот футу из-за реактивности она чуть-чуть чуть-чуть но все-таки ворцы это ворцы сами понимаете вот эти полторашечка наверное самая оптимальная вот здесь вот где-то или выше нет все таки где-то здесь она и находится резонанс но вот вот так вот все очень несложно очень несложно еще кстати вот если посмотреть вычислениях обратите внимание 5 все те же самые все те же самые все абсолютно те же самые красоты очень хорошее усиление для любого расклада вот где-то чего аж 12 охренеть но вот такие вот дела да диаграмма направленности начинает колбасится конечно но она не так сильно колбасится как кажется вот усиление и причем под неплохими углами сколько тут ну лучше 30 градусов да вот основное излучение и это только кажется что диаграмма какая-то дурацкая на самом деле это очень неплохо очень неплохо потому что в зенит очень мало излучается следовательно излучение идет в стороны а это очень круто и посмотрим на 3d диаграмму направленности вот как она выглядит в действительности то есть не надо думать что это антенна которая излучает как-то непонятно куда нет в зенит она как раз нифига не излучает практически зато она излучает на много-много направлений и причем очень даже неплохо вот такие дела теперь посмотрим что изменится например нет знаете 28 неудобно смотреть дайте вот 14 150 вот хорошо наверно показательно будет во 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 очень хороший диаграмма направленности там почти 6 децибел тут лучше 5 децибел ну что-то там в небо да но в общем так же как и обычный гиполь вот в небо хорошие углы излучения внезапно сразу же образуются и посмотрим о класс да и смотрите куда происходит основной прям вот бешеный лепесток такой вот торчит видите да а что изменится ну то есть на самом деле это отличная диаграмма направленности тут вообще красота не вижу смысла что-то вообще комментировать сами все видите да вот эти конечно там не очень хорошо но для диксов это очень даже причем вот вот этот вот вот эту фигульку можно направить в сторону желаемых диксов и получить все свои 12 нифига себе все свои 12 децибел ну выкидываем изотропный излучатель получаем почти 10 децибел то есть вот в эту сторону будет лететь почти ну эквивалент эквивалент почти киловатта для 100 ваттного излучателя ну для 100 ваттного транссивера в эту сторону соответственно в обратную ну где-то ватт 7 децибел в 5 раз ну примерно я так прикидываю вот так что вот а теперь давайте посмотрим а как изменится диаграмма направленности если мы еще раз точку на точку перенесем она по-любому по-любому чего-нибудь оп кроме ксв снова в единицу мы попали все замечательно усиление все те же самые децибелы смотрим на диаграмму направленности о как ее расколбасило у нас есть те же самые вот вертикальной плоскости если смотреть под какими углами горизонта она излучает ну вот так вот излучает очень много излучается вверх но у нас образовались новые вот такие вот лепестки все те же там 7-8 децибел да и те же самые там 11 децибел в эту сторону вот еще есть кстати а в 3d виде оно как получается ну-ка оп и обратите внимание мы изменили точку питания вот нашу антенну это вид снизу да ну вот если вот так смотреть то есть если она была здесь точка питания то сейчас она вот здесь обратите внимание что максимум направленности излучения внезапно получился вдоль гипотенузы если мы питаем в эту точку помните да то почти на 90 да не почти на 90 градусов меняется диаграмма направленности то есть основное излучение было вот сюда да а давайте посмотрим теперь что будет если запитать в эту точку ну вот чисто ради интереса помните да там было 90 градусов значит отсюда мы удаляем источник а вот здесь мы источник добавляем в конец вот сюда то что у нас оптимизировалось почему-то снова смотрим хопа опять единиц ксв все отлично обратите внимание в любой угол мы питаем ксв тут ну незначительно меняется точно такая же диаграмма направленности задом наперёд получилось да да практически зеркально ну и в 3d виде да кроме того что она ровно ровно развернулась практически на ну зеркально то есть излучение все так же вдоль гипотенузы что вот здесь что здесь точка питания но вот здесь излучение это посильнее а это значит что мы играясь точкой запитки дельты я имею ввиду выбирая точку запитки в какой угол ее питать мы меняем диаграмму направленности у этой антенны это же очень интересное свойство очень интересная особенность я считаю что это просто замечательно вот такие дела это в принципе все что я хотел рассказать о том как делать дельты в них в этом нет ничего сложного как видите но есть определенные нюансы вот как вы видели да иногда можно хопа и уехала сторона вместо того чтобы уехала точка так бывает ничего страшного упс нет отражения мы делать не будем ну а теперь давайте ради интереса поставим эту антенну вертикально как поставить эту антенну вертикально вот условно абсолютно вот вспоминаем вот у нас вот так дом стоит préal этот дом вот на его крыше значит антенна ну тут один угол дома 2 угол дома здесь дерево и его танец вот я не знаю там по фигу до 2 высотки и вот у нас есть вот эта точка питания вот эта точка питания будет у нас есть квартира на пик вы узнает на первом этаже и при этом хочется иметь антенну вот которая будет не горизонтальная вертикальная ну условно или там у нас есть два огроменных дерева там секвой который там высоту достигают бешеных метров как повернуть эту антенну так я тут отвлекся на непродолжительное время хотя вам все по часам видно значит что касается вертикальной поляризации и так вот есть у нас какие-то то 2 вообще точки подвеса и мы можем какую-то из точек притянуть к земле допустим мы вот эту антенну хотим поставить что называется на папа один из этих точнее не так один угол этой антенны должен быть повернут строго вертикально вниз или не обязательно вертикально вниз но давайте ради интереса попробуем сделать такую штуку вот есть у нас например живем в частном доме и у нас есть доступ например к двум или к одной многоэтажки вот который находится где-то там метрах в пятидесяти да и вот есть у нас возможность задрать эту антенну туда и подвести вот сюда фидер ну грубо говоря по оси x там да ну например вот так вот будет идти фидер вот есть такая возможность ну давайте наклоним эту антенну чё какие дела то это же не так сложно как наклоняются антенны как вот вообще в принципе можно что-то такое изобразить а очень просто смотрите есть кнопка вращения об и мы можем вращать вдоль любой оси вокруг вокруг любой оси любую антенну вот у нас есть y да ну вот вы выбрали мы вот так точка питания будет у нас внизу окей давайте повернем ее на угол ну скажем 40 40 40 градусов по оси вдоль оси y то есть она сейчас вот эта сторона пойдет вниз ну а вот это чуть приподнимется но мы ее потом еще можем подвинуть оп и все теперь мы можем вот что еще посмотреть 16 2060 16 260 и теперь мы можем передвинуть всю антенну сколько там было 14 давайте по фигу так об да неважно на самом деле тут конечно в идеале стоит загнать в ноль вот эту король какие такой вернуты вот в идеале стоит загнать вот эту координату в ноль просто для того чтобы было корректно корректный обсчет высоты в данном случае необходимо учитывать что высота будет определяться если мне не изменяет память минимальной точкой минимальной низкой точкой относить ну то есть относительно 0 оси z короче но то есть в данном случае высота антенны минус 2 метра вот и вот эти координаты просто прибавляются ко всем координатам оси z так что у нас реально . подвеса будет на высоте где-то ну 15 метров 14 с лишним вот и все вот мы и повернули нашу антенну наклонили так как хотим внимание что происходит с диаграммой направленности берем тут я еще немножко поигрался дури помаялся и гаг единица все та же самая единица на 14 150 особо ничего и не поменялось вот она она да чуть-чуть меняется сопротивление внезапно падает усиление почему и внезапно кстати изменился фронтбэк почему правильно потому что поменялось и существенно поменялась диаграмма направленности это вот кажется что диаграмма направленности какая-то уродская получилось ничего подобного на она начинает превращаться все в тот же шарик не только на этот раз уже в вертикальной плоскости если вот теперь мы поиграемся вот здесь вот у нас есть возможность посмотреть на вертикальную и горизонтальную диаграмму направленности сначала проекции вот это это вырез определенную кажется там где максимальная по моему возвышения и вот тут оптимальная диаграмма типа вот вот она может быть вот срез вот этот сделан здесь вот так вот наверное вот кстати очень похоже что вот этот срез вот этот он сделан вот по этому конусу если что вот это вот круговая диаграмма направленности она всегда на самом деле она не проекции ничего это не проекция это но то есть это проекция конечно но это всего-навсего проекция конуса по определенному углу вот этому какому-то вот а в 3d виде он началось а в 3d виде мы сейчас конечно же конечно же это все дело посмотрим сейчас я пересохраню перезагружу так не с разрешением 5 градусов вот и как мы видим начинает появляться некий максимум некий минимум но в данном случае исходя из точки запитки а точка запитки у нас как она располагается у нас антенна почему-то она вот так вот у нас повернулась а я ее наверное в минус x повернул но вот в этом случае у нас максимум излучения как несложно догадаться начинает проявляться во первых в сторону противоположную сторону наклону но на самом деле опять же это какой-то вот этот вечный косяк среды у маны на самом деле конечно же максимум должен получаться куда-то вот сюда вот сюда вот то есть здесь перепутанные оси ну и конечно все равно все равно вдоль гипотенузы вот если смотреть дальше все равно это вот как-то совпадает с осью гипотенузы давайте ради интереса изменим точку запитки для для дельты которая для дельты которая должна иметь вертикальную поляризацию смотрим фигак ксв полтора кстати видимо у других тоже уедет да может и не уедет здесь точно уедет слишком к нет не уехал нормально кстати наклонная дельта обратите внимание очень очень даже хорошо видали лучше полутора сразу же вот вот почему полезно иметь моделировщик под рукой всегда так а давайте посмотрим на 7 150 кстати вообще прогуляемся по всем этим хорошо ближе к цифровой к телеграфу тоже сойдет двенашка не ну двенашка мимо конечно хотя лучше чем было кажется там по-моему было хуже трех сейчас лучше трех и все здесь же все здесь же должно быть все на месте да давайте посмотрим что изменилось в диаграмме направленности оба видим что поменялось посмотрим снова диаграмму оба видите да точка питания у нас в 90 градусном угле то есть тут не очень видно она вот здесь вот здесь вот здесь и появляется максимум излучения перпендикулярно гипотенузе то есть в сторону от угла запитки и конечно же в сторону угла наклона то есть вот так очень даже хорошо вот ну и точно так же аналогичным образом абсолютно мы можем играться вообще в принципе любыми наклонами как угодно насколько я ее там наклонял я убей не помню уже на еще 50 в доли игрека до 90 90 градусов получилось ну вот но и давайте посмотрим чего у нас вышло кс в 2 что неудивительно он уехал конечно же и из-за близости к земле я так понимаю тут сопротивление сейчас будет очень-очень хотя нет неплохое себе такое 2 ну для вертикальной поляризации конечно для высоты подвес там все такое это необходимо дополнительно до оптимизировать саму антенну я так понимаю она слишком коротко получилось да больше двух слишком коротко антенна получилось ну что ж ничего страшного пускай будет даже при таком ксв смотрим опа круто да вообще красивая диаграмма направленности вышло но то мы видим суммарную диаграмму в вертикальной и горизонтальной поляризации а теперь мы делаем вот так опа я переключил суммарную на вертикальную и горизонтальную то есть вот это сумма вот этих двух функций скажем так а если мы посмотрим на горизонтальную поляризацию до составляющие есть безусловно тут ничего удивительного все таки у нас вот здесь вот видно синий и красный красным показана вертикальная поляризация синим показана горизонтальная ничего удивительного у нас есть горизонтальный провод который разумеется тоже будет излучать и при этом гораздо больше вертикальных и если мы посмотрим на вертикальную поляризацию мы видим что здесь гораздо гораздо лучше усиление да там три и где-то немножко другие углы излучения да неудивительно она лупит в зенит ну относительно конечно и не очень далеко но это с горизонтальной поляризации а вот с вертикальной она он как далеко уже начинает стрелять и уже не в зенит то есть под какими-то углами ну не очень приемлемыми но все же даже почему не приемлемыми вот тоже вполне себе такие лепестки почему бы и нет но тем не менее она имеет право на жизнь такая диаграмма направленности и вот если смотреть то вот но это не симметричная так скажем дельта то есть ну электрически то она конечно симметричная я имею ввиду несимметричная она со всех сторон то есть если вот на нее смотреть физио на как это в физическом мире в реальном мире она но не выглядит эта антенна симметричной но тем не менее вот так друзья мои то есть мы можем играть и поляризации как угодно кстати обратите внимание опять вдоль гипотенузы отсюда максимум излучения ты появляется вдоль гипотенузы видите да хитро как так вот таким образом можем моделировать практически любые антенны вот в данном случае мы рассмотрели возможности оптимизации постройки многодиапазонных дельт поиграли немножко с поляризацией это вот все о чем я сегодня хотел поговорить в принципе дальше будем переходить уже к сложным антеннам к более интересным мне кстати самому интересно поиграться с антеннами типа квадраты двойные квадраты я имею ввиду то есть принципы вибратор директор или вибратор рефлектор это интересно и вот и попробовать оптимизировать сразу несколько таких вот элементов это гораздо круче чем просто одну квадратную квадратную петлю какую-то делать вот попробуем с вами в следующий раз поиграться хотя наверное имеет смысл начать с яги вот по этому поводу прошу написать в комментариях неважно где вот в телеграм-канале у меня можно свободно высказываться пожалуйста по моему можно комментировать каждую запись в яндекс дзен безусловно мой канал существует пожалуйста заходите туда насчет перезаливов я не уверен но при любом раскладе я буду стараться туда как-то потихонечку что-то добавлять вот и конечно же в первую очередь все появляется именно в телеграме и в дзен на youtube из-за того что козлит слишком много ну знаете пришло время пожалуй текать оттуда к чертовой матери все равно он денег не приносил а рекламы на моем канале нет нет и не было никогда ну конечно когда появилась возможность она там немножко была потом я ее просто отключил в знак протеста знак протеста того что она ничего не стоит на самом деле там дай бог там 100 200 рублей это все приносило причем получить такие суммы можно где-то раз в три года всего лишь но просто меньше 100 долларов не выводят ну и соответственно сами понимаете иметь там 2-3 доллара и по 20 месяцев копить это все нахрен надо знак протеста я это все отключил в знак протеста youtube взял включил принудительно рекламу на всех каналах даже там где она невозможна вот так вот представляете ну корпорации они такие так что добро пожаловать в дзен добро пожаловать в мой телеграм-канал ссылки есть в описании ну и вот тут конечно плашечка сейчас должна всплыть вот не опишите что было бы интересным какие еще антенны разобрать ну конечно оптимизацию антенну типа удо яги безусловно волновой канал мы с вами смоделируем это интересно ну хотя по сути вы наверное уже догадываетесь что из себя представляет моделирование моногал и моделирование и удо яги в мане в общем-то это создание множества диполей и игра не только их длиной но и расстояние между ними тут как несложно я думаю что многие уже скачали программу если не скачали все так же ссылка есть в описании приходите скачиваете в телеграме у меня вот почему в телеграме у меня потому что во первых она всегда у меня самая свежая а во вторых с официального сайта вам сейчас скачать ничего не дадут он чаренко запретил скачивание маны для россиян такие дела да вот ну что друзья мои надеюсь это вот эта серия тоже получилась достаточно интересной познавательной если какие-то моменты я забыл осветить или если где-то ошибся я вот действительно вот такая ремарочка большое спасибо комментатору забыл вылетела из головы как зовут большое спасибо за комментатор вот к предыдущему ролику конечно я же я ошибся я имел ввиду то есть я голова я говорил о сопротивлениях так как будто это емкости я просто уже перепутал заговорился но пора в отпуск в отпуске я буду через неделю ну вот заговорился попутал но в принципе я думаю объяснил корректно но там еще вот в комментариях мы обстоятельное дело обсудили там все понятно вот почему сопротивление получается если диполя соединить параллельно почему получается не там 1000 плюс 1000 ом да а наоборот там получается сопротивление гора почему такое низкое сопротивление вроде бы у короткозамкнутых антенн а вот именно из-за того что это параллельно соединенные резисторы получается там все все верно вот комментатор ответил отметил это меньше меньшего вот поэтому вот вот так вот это все возникает поэтому вот пишите комментарии их все читаю безусловно по возможности стараюсь отвечать с вами был бутылку с личной позывной радио 3 павел леонид николай приходите подписывайтесь и услышимся в эфире я надеюсь всем удачи спасибо и 7 3